добрый день уважаемые коллеги рада приветствовать всех кто сегодня с нами в нашем вебинаре или будет смотреть нас в записи и сегодня мы поговорим о том что же важно знать про источники не библиографу приступая к оформлению списка литературы и ссылок ну в первую очередь конечно же списка литературы вот те несколько пунктов которые очень важны и которые могут могут нам помочь справиться с вот этим ужасным библию страхом который у нас возникает когда мы начинаем оформлять наши списки литературы а как правило это возникает в самый последний момент как всегда неожиданно как всегда в последний при ограниченных ресурсах и начинается паника стресс и ужас ужас но опять же обращаю ваше внимание что мы ориентируемся на не библиографов то есть студентов магистрантов аспирантов ну в первую очередь конечно же преподавателей научных руководителей поэтому слишком глубоко в классификации документов источников мы туда углубляться не будем посмотрим самые основные моменты несколько моментов которые важно знать любому не библиограф когда он составляет список литературы ну и последнее веяние времени появление искусственного интеллекта тоже внесло небольшие коррективы тема досье на источник стала достаточно актуальной но к этому вопросу мы тоже с вами вернемся и вот эта вот работа по составлению списков литературы оформление ссылок дикая нехватка времени когда работа в общем то не очень сложная превращается такой адский коктейль страх паники и стресса все это возникает из-за того что мы попадаем в ловушки и попадаемся на уловки вот этого библию страха даем себя заманить в эти ловушки они не существуют сами по себе это все взаимосвязано такая система хитрых взаимосвязанных капканов где знание источника что у нас в руках и что мы делаем оно и является вот таким основным моментом наверное и сегодня мы с вами посмотрим два больших вопроса какие ловушки на пути к информации у нас нас подстерегают на пути еще к оформлению списков и источников и затем уже ссылок и что надо знать и уметь чтобы источники информации сами раскрывали свои тайны и превращались из врагов в друзей такие два момента ловушки это все что связано с нашим знанием или незнанием источников как это все взаимосвязано и какие ловушки у нас возникают ну вот с ними мы сейчас очень кратко познакомимся к чему приводит неумение определение что за источник у нас в руках и первая ловушка в которую мы попадаем это конечно же ловушка времени переоценка ресурса сколько у нас есть времени ну вот типичные типичные наше представление здесь есть на слайде да все все это можно сделать это все достаточно быстро до чего тут поправить всего лишь точки запятые зачем для этого нужен источник да главное чтобы все формально было правильно оформлено к этому вопросу мы еще вернемся прямо сейчас становится очень такой глобальной западной а ну вот проверьте даже себя и потом можете проверить своих коллег студентов обучающихся представьте у вас и наверняка у вас есть какой-то список литературы который нужно оформить вот сколько времени вы планируете выделить на его составление и оформление ну будем считать что нам надо его составить и оформить правильно проверить вот сколько времени планируете выделить в чат можно не писать можно написать ну вот первые прикидки первое что приходит в 2 часа, 3 часа, а за 20 минут все, успею. Ой, нет, мне на это понадобится 8 часов времени, надо как-то это распределить по своим дням. Вот просто сделайте такую прикидку. Самую простую. Запишите или запомните. Можно писать, да, зависит от темы и от количества источников. Если серьезно проверять, то несколько дней можете идти, а сколько часов в несколько дней? Понятно, что несколько дней. По часу в день или по 2 часа в день или по 8 часов в день? На 120 источников 20 часов потратил, пишет нам Денис Сусой. Вот. Сейчас я вам покажу, откуда эти 20 часов взялись, и это еще мало. Проверьте еще раз. В середине 80-х годов, Значит, во-первых, что надо учесть, когда мы составляем, оцениваем ресурс нашего времени? Два вопроса должно быть. Сколько примерно источников списка и сколько времени мы планируем выделить на составление оформления списка. Вот к этому второму вопросу мы еще сейчас посмотрим, из чего делать этот расчет. Количество источников, да. Наличие источников – это важный фактор. Наличие ГОСТов, методичек, шпаргалок, подсказок. Все, что есть, оно должно быть под рукой, открыто, чтобы в случае возникновения каких-то вопросов быстро можно метнуться было туда, куда надо, найти ответ и поправить то, что нужно. Сложность описаний. Ну, одно дело, если это просто мы делаем описание на книгу целиком, а другое дело, если у нас повесть, включенная в третью часть второго тома, собрание сочинений, да еще авторы разные, да. Ну, вот здесь уже гораздо посложнее будет. Или какой-то электронный или мультимедийный ресурс. Здесь надо немножко голову поломать, как это сделать. Сложные и еще один, да, вот, спасибо, подсказали нам Елена Фомина, зависит от темы еще, сложность темы, да, где-то это может быть заковык с источниками. И забюджетировать время, заложить запас времени на сложные, вот эти самые сложные случаи, и окончательную проверку. Да так, чтобы ни в попыхах не торопясь, а чтобы у вас было время это все пересмотреть свежим взглядом и перепроверить. Ну, и самые два главных вопроса, исходя из количественных показателей, да, сколько примерных источников списка и сколько времени нужно выделить на составление и оформление списка. И эти, ответы на эти вопросы, они не взялись просто так неизвестно откуда. В середине 80-х годов были разработаны нормативы времени на работы по научно-технической информации. Если озадачитесь, можно найти их в интернете, они есть, там множество разных видов работы, среди них есть раздел 2, который нас касается напрямую. Затраты времени на аналитико-синтетическую переработку информационных материалов. Это вот как раз то самое, и библиотекари, и библиографы знают, понимают, о чем сейчас идет речь. Для небиблиографов скажу, это вот как раз составление библиографических описаний, составление библиографических списков. Это вот так вот страшно и называется. Ну, конечно, не все, а только часть вот этой аналитико-синтетической переработки. Но это вот как раз туда входит. И вот как выглядят эти нормативы. Мы же сначала все делаем ручками, а потом автоматизируем. Поэтому разница во времени будет небольшая. Ну, вот смотрите. Затраты времени на подготовку библиографического описания. Не из списка, пока еще мы делаем описание. Если, зависит от количества элементов, вот та самая сложность описания. Если у нас элементов, а помните, мы говорили, библиографические описания состоят из областей и области из элементов. Вот если этих элементов, то, что внутри, между точкой и тире, вот эта область, и она может состоять из разных элементов. Вот если этих элементов 7-9, то это где-то примерно 6 минут на одно описание. Если их 10-13, а вот 7-9, это чаще всего для обычных книг, для одночасных ресурсов. Если у нас электронные источники или какие-то заковыристые случаи, там, как правило, 10-13 элементов, то это уже 7 с небольшим минут. Это нормативы для специалистов. Что входит вот в это понятие? Составить, подготовить библиографическое описание. А вот оно здесь перечислено. Составить заголовок, библиографическое описание. И самое главное, что относится к нашей сегодняшней теме, изучение и анализ документа, на который составляется библиографическое описание. Обратите внимание, вот в этом перечне нет поиска. Время на поиск. Ой, где же у меня был этот журнал, из которого вроде бы была эта статья, надо уточнить, я забыл поставить страницу, и мы заново начинаем искать, затрачивая на это время. Вот этого нет. Имеется в виду, что все документы уже на руках у специалиста есть. Он просто берет, открывает, или на экране монитора, или на столе лежа. Открыли, посмотрели, сделали. Вот это затраты времени без учета затрат на поиск. Здесь речь идет, конечно, в 80-е годы, поэтому про машинописанный текст будем читать про внесенный, и нужно его отформатировать, внесенный в наши вордовские какие-то файлы или экселевские файлы. Поэтому вот эти два, последнюю строчку, немножко можно по-другому прочитать, интерпретировать. А вот затраты времени на подготовку библиографического списка. При учете, что библиографические описания мы уже сделали, мы в то время уже потратили, а теперь нам нужно систематизировать эти документы, составить список из этих описаний. Мы же помним, что список мы можем по-разному располагать в алфавите, по типам изданий, сочетать алфавитную систематизацию, классификацию с типом издания. Сначала идет научная литература и внутри по алфавиту, потом учебная и так далее. То есть мы вот это вот, наши библиографические описания вводим в понятную структуру согласно требованиям и компонуем. Проверка внесения исправлений в рукопись списка, ну, имеется в виду наш черновой вариант, может, сейчас все в вордовском файле будем делать. Еще раз посмотрели, переправили и так далее. Считывание, правка машинописанного текста, ну, вот это у нас может уйти, а может быть и нет, но будем считать, что это окончательный вариант, дополнительная уже окончательная проверка уже в чистовом варианте, чтобы у нас ничего никуда не потерялось, знаки не слезли, и наши записи не исчезли случайно при переносе из чернового в итоговый вариант. той же работы, ну, вот и смотрите по часам. Если у нас 23, опять же, речь о том, что мы в этот период будем искать заново источник информации и вносить туда, этого нет, у нас уже все готово, мы это на первом этапе сделали, но при необходимости, может быть, придется. Ну, вот вам, пожалуйста, 270 минут, если у нас 20, примерно там 20-25 источников. И вот, Денис, ваши 120 источников, 106-120 источников, вот он, 24 часа в сутки, да. То есть вы еще даже быстро сделали за 20 часов, да, поэтому еще 4 часа осталось на перепроверить, привести в порядок, если там вдруг что-то сползло или не так. Лидия Старышева, надо сразу указывать источник информации, иначе потом можно будет искать, особенно в куче ссылок, да, особенно в куче ссылок. И не просто указывать источник информации, а я вам покажу еще одну сегодняшнюю штуку, чего надо собирать для, особенно для магистрантов, аспирантов, для студентов, ну, для преподавателей, кто пишет статьи. Вот это вот очень важная вещь, вот такой вот небольшой досей, все равно потом пригодится. Я вам покажу, как это можно делать, что должно быть под рукой. Вот такая история у нас со временем. Вот она, первая ловушка. Конечно же, эти нормативы разрабатывались для специалистов, которые владеют основами вот этой аналитико-библиографической обработки документов и переработки информации. К тому же бралось в расчет, что источники у них перед глазами и временно дополнительный поиск мы не затрачиваем. Поэтому при расчете времени вот по этим нормативам по спискам и особенно по источникам можно умножать на два, если мы владеем основами библиографии, но профессионалами в этом деле не являемся. Но источники у нас под рукой на экране монитора и затрачивать дополнительное время на розыск не нужно. Ну и нужные гостошпаргалки у нас тоже под рукой. Поэтому если мы не специалисты, мы можем умножить на два. И мы редко занимались или не занимались этой работой. Если основы библиографии вроде как знаем, что-то помним, что-то нет, шпаргалки есть, госты есть, источники, ну некоторые под рукой, часть придется искать, умножить, полученный вот этот норматив на три. А если все эти точки, крючочки, закорючки абсолютно непонятны, госты – это глухой темный лес, да еще и источники придется заново открывать для себя, то умножать смело на четыре, а то не на пять. Так, для верности. Но это чаще всего на первых курсах вузов случается, с некоторыми дипломниками тоже происходит. Вот вам, пожалуйста, ресурс времени, и обязательно бюджетируйте время на сложные случаи и дополнительный поиск, если вдруг его придется делать. Ну вот, чтобы его не пришлось сделать, мы сегодня посмотрим, что можно для этого предпринять. Останется время хорошо, ну, в крайнем случае, вы не попадете больше шансов не попасть вот в эту ловушку переоценки ресурса. А, да, я за три часа сейчас быстро всю шпаргалку открою и все расставлю. Не всегда это срабатывает. И еще один важный момент. Одним из факторов, влияющих на затраты времени по оформлению библиографических описаний и списков, является наличие ГОСТов под рукой. Но следует добавить еще и умение их применять. Можно лихорадочно листать из конца в конец без пользы для дела в попытках найти что-нибудь, а можно быстро найти нужные пункты, нужные примеры, нужные образцы не в конце ГОСТа, а в середине. Кстати, последний ГОСТ по оформлению ссылок на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях и сети интернет, выговорила название полностью. Так вот, в этом новом ГОСТе 22-го года нет привычного нам в конце образцы, открываем и оттуда, значит, по образу подобия делаем, а здесь этого нет. Все по тексту, все в тексте размазано, придется искать. Поэтому очень важно знать структуру самих ГОСТов и типы источников к нашим источникам, на которые мы собираемся делать описание. А еще лучше иметь эти источники перед глазами, так как поиск по ГОСТу неразрывно связан с тем, какой источник у нас в руках. И краткая напоминалка, какие ГОСТы нам понадобятся. Для оформления огромное количество ГОСТов существует и не только для выпускных квалификационных работ, для монографий, для учебников, когда мы пишем статьи, даем ссылки на источники, например, для каких-то заданий, это уже к преподавателям больше касается. Вот любые из этих ГОСТов нам могут понадобиться. Но есть отдельные, так называемые, библиографические ГОСТы. Их тоже несколько. Самый главный наш, мы помним, это ГОСТ 2018, библиографическая запись, библиографическое описание. Вот по нему мы оформляем списки источников. Ссылки по ГОСТу 2008, R705-2008, это для ссылок. И в том, и в другом случае, и для списка, и для ссылок мы добавляем еще вот этот, ГОСТ R70108-2022, это новый ГОСТ, по оформлению ссылок на электронные документы. Вроде бы про ссылки, но очень есть несколько хороших пунктов, касающихся области примечания, которые мы и для списков источников тоже можем применять. Поэтому нам никто, творческое осмысление, область примечания, мы можем это сделать. А ГОСТ про заголовок, R708-2000, он и там, и там, потому что заголовок у нас есть и при оформлении ссылок, и при оформлении списков, мы это, конечно же, используем, применяем. Он и туда, и туда относится. Вот основные четыре ГОСТа, которые нам пригодятся. Вот жирненькие, это в первую очередь для списка источников применяем, и вот 2008 для оформления ссылок. Поэтому, когда вы занимаетесь оформлением, берете источник, лучше сразу сделать пиблиографическое описание и ссылку. Я вам покажу одну такую хитрую штуку, которую мы пробовали со студентами. В основном были подстрочные ссылки, но для затекстовых вы люди умные, креативные, вы придумаете, и используя эту идею, сами придумайте, как это можно сделать. Очень здорово работает. Сокращает время просто в разы. Но, опять же, если у нас есть источник под рукой, если мы знаем, на какой источник мы делаем описание. Ну и, конечно, возникает еще одна ловушка, в которую мы очень так хорошо можем попасть. Делегировать это не царское дело по оформлению, а пусть кто-нибудь, кто знает, вот он нам это и поможет. Ну, во-первых, библиографы с профильным образованием сейчас как-то становится все меньше, к сожалению. И к тому же мы только что с вами увидели, сколько времени занимает даже для профессионала составление описания и списков. Да, вот те нормативы по времени. Ничего себе. А если учесть, что библиографы и библиотекарь еще заняты своей основной работой, и взять во внимание, что мы не одни такие страждущие, кому нужно срочно поправить список, ну, вот делайте вывод сами, насколько это по времени может занять. И при этом еще, если мы не предоставляем сами источники, то библиографы, прежде чем, ну, если он, конечно, отвечает за результат своей работы, а не просто чисто формально, то это можно быстро сделать. А, точка тире, точка тире, здесь пробел, здесь не пробел, и все, готово. Но это не совсем правильно, скажем так, потому что нужно посмотреть источник. И если вы обращаетесь к библиографу, он всегда вам скажет источник, покажи, дайте мне источник, я сделаю вам описание. Поэтому лучше всего предоставить сами источники, скрины, сканы, ссылки, ну, лучше вот скрины, сканы, чтобы быстро посмотреть, а вообще так или не так, правильно я сделаю, а Бог его знает. Не покажи источник, я скажу, правильно или нет. Потому что нужно еще понять, издание, которое, это вот то издание я нашел в интернете, которое вы смотрели, или другое, потому что это в печатном виде, или вообще вы его на сайте читали. Может, если мы такие мелочи сами в описаниях не указываем, еще не прилагаем, да, сами источники, или ссылки на них не битые, то это затрудняет процесс. И первое правило, когда работаем с материалами для своих статей, ВКР, курсовых, а тем более для монографий, учебников, диссертационных исследований, собирайте досье на источники. Не важно, войдет он у вас в окончательный вариант или не войдет, но не исключено, что вы его потом будете использовать в каких-то других своих работах. Ну, не в курсовой сейчас, в ВКР потом, не в диссертации, но отлично может подойти к какой-либо вашей статье, к той же диссертации, например. Поэтому не пренебрегайте этим, не выбрасывайте, не отказывайтесь от всего материала, который вы собираете. И состав вот этого досье личного дела на источник будет зависеть от его типа. Печатный, электронный, на книгу или на статью. И вот дальше я вам покажу, как эти досье можно собирать и что туда должно войти. Вот это мы сейчас посмотрим. Еще один элемент, касающийся вот этой ловушки делегирования, в который сейчас все чаще и чаще начали попадать. Искусственный интеллект. Чат GPT. О, да, он, конечно, мог бы стать спасением и решением задачи и прям лелеем эту мечту, что когда-нибудь за нас это будет сделано. И в последнее время в сетях, в соцсетях, на конференциях, там, на сайтах, вебинарах уже начали появляться такие сообщения и доклады, очень такая тема сейчас. Горячая, да, использование чата GPT для того и всего другого, пятого, десятого. И вот на днях мне преподаватель радостно рассказывает, что за пару секунд буквально там чат GPT создал целый список источников для рекомендаций по дисциплине. Ну, нужно было составить список источников, по которым студенты там то ли задания выполняли, то ли реферат писали, то ли еще что-то делали. Я не вдавалась в эти подробности, но самое главное, что нужен был список источников, которые дать студентам. И вот ей буквально за секунду чат GPT создает этот список из 15 источников, уже оформленных, статей. Вообще мучиться не пришлось. Я перепроверила. Совершенно верно. Вера Кабуш, простите, если неправильно фамилию ударяю, чат выдает несуществующие источники. Да. Вот из 15 источников не было ни одного реального. Все 15 источников фейк. И вот с этим очень большая беда. И все, кто пользовался этим чатом, они кому-то выдавали, кстати, не полностью фейковые источники, но то год неверный, то издание не то, то фамилия, то название статьи, то страница. И все говорят, кто этим пользовался и хоть какой-то результат получил, перепроверяйте. То есть вам надо заново найти этот источник и еще понять, он фейковый или он не фейковый. Через e-library можно осуществлять поиск, если вдруг вы с этим сталкиваетесь. Кстати, научным руководителям на заметку. Как проверить? Сам писал работу, сгенерировал, про тексты не скажу, антиплагиат этим вопросом сейчас занимается, и вроде бы они там что-то уже разрабатывают, что позволяет какой-то процент сгенерированных текстов определять. Если будет интересно, вы мне в чате потом просигнальте, я вам пару статей на эту тему была у антиплагиата, что они там разрабатывают и как, я их вам кину, посмотрите. И вот там же было как раз про вот эти библиографические списки. Так вот, проверка по спискам источников. открываете список и просто покажи мне этот источник. Ну, ты же его в список вставил, значит, ты с ним работал, ты его процитировал, покажи мне его. Вот, если есть досье, если мы его собирали, у нас это вопросов и трудностей не составит. Ну, вот вам наличие фейковых источников в списке, вообще работал он с ними или нет. А это уже показывает некую самостоятельность. сам он писал статью ВКР или курсовую работу или списывал. И вот один из способов, который мы сейчас реально можем применить и использовать. Уже сейчас, пока еще антиплагиат не доработал вот эту вот машину по проверке сгенерированных текстов. Но уже по списку источников это можно определить. Вот такая история с искусственным интеллектом. Просто чат GPT он не поисковик. Он не ищет среди реферативных баз по поисковым ресурсам, не ищет реально существующие статьи. У него вообще нет понятия фейк, не фейк, правда, ложь. Он видит, у него есть загруженный какой-то объем книг со списками литературы, с библиографией, есть какой-то загруженный объем дипломных работ со списками литературы. Ага, вот так люди делают. Пожалуйста, он и сделал. А что, не знаю, я придумаю. Вот это называют галлюцинирование. Очень часто он такие ошибки выдает. Причем фактическом материале тоже несуществующее открытие может описать так, что оно шикарно-шикарно. Опять же перепроверять надо. Поэтому очень осторожно с GPT и особенно по оформлению библиографии. Лучше потратить время найти, нашли источник, буквально 3-5 секунд сделать сканы, скрины экрана, все это сохранить, все, чем потом тратить часы на то, чтобы проверить, реально существует такой источник или нет. Вот такая опасность есть, появилась в последнее время. Поэтому многие вопросы и трудности, вот эти ловушки, составление описаний, а потом и оформление ссылок, они завязаны на сами источники информации. И даже если у нас есть общая схема описаний, общая схема оформления ссылок, важно понимать, какой источник у нас в руках или на экране монитора, чтобы правильно выбрать нужную схему и применить. Потому что даже книги, они разные, статьи, они тоже разные, и вот эта разность, она зависит от того, из какого источника это взято и какой он по виду. И вот сейчас мы с вами посмотрим то, что обязательно нужно понимать не библиографам, особенно студентам, которые с этим сталкиваются особенно впервые. Ну, вот эти источники ниндзя, снимем маски и посмотрим, какие же они могут быть и как это связано с тем же ГОСТом, по которому мы ищем очень часто описания и образцы. Первый момент, на который хочу обратить ваше внимание, в новом национальном стандарте, по которому мы сейчас делаем библиографические описания, вместо 2018 года, вместо термина документ введем термин ресурс. Но при этом у нас может возникать путаница, когда книга, по сути документ или по новому ГОСТу ресурс находится на сайте, который мы тоже называем словом ресурс. И вот получается составная часть ресурса, ресурса, который находится на ресурсе. Не совсем понятно, где, что и что мы делаем. Поэтому, чтобы избежать путаницы слова документ в нашем вебинаре и в наших циклах, мы немножко уравняем со словом ресурс, то есть и то, и другое. допустим, использовать это относится именно к самому документу. Книга как документ, онлайн-курс как документ, размещенный на каком-то сайте или портале. А вот этот сайт или портал, где находятся сами ресурсы, то есть место размещения в информационно-телекоммуникационной среде, будем использовать термин информационный ресурс. Тогда информационный ресурс это там, где лежит наша книга как ресурс. Вот этот момент, обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые коллеги, преподаватели, научные руководители, библиотекари, кто готовит методические рекомендации для студентов и для магистрантов, аспирантов, вот такая путаница тоже очень часто возникает. Поэтому с терминами вы можете принять, конечно же, свои правила, просто лучше, если в методичках это как-то прописано, обозначено будет, чего чем называется или чего чем является. Ну и первое определение, с которым понятие, с которым мы сталкиваемся в ГОСТах, это понятие одночасного и многочасного ресурса. Вот на нем построена вся структура ГОСТа. И он касается напрямую источников. Если мы его не понимаем, мы мечемся по ГОСТу голопом по Европам, не понимая, где оно находится. Иногда не из того раздела хватаем пункт применяем, а оказывается это не то. Так вот, есть два определения, два понятия. В пункте 3.3 в ГОСТе сказано, что одночасный, есть одночасный ресурс, есть многочасный. Так вот, одночасный ресурс, он выпущен как одна физическая единица. Ну вот, одна книга, один диск, один плакат, что-то одно. Набор плакатов это уже совсем другое будет. и есть одна презентация, вот, скорее так. И есть понятие многочастный ресурс. Это ресурс, который состоит из ряда совокупности отдельных единиц, но они не существуют сами по себе, как в одночасном ресурсе, а они связаны общей темой, общей какой-то целью, то есть составляют единое целое. Они могут быть на одинаковых физических носителях, а могут быть и на разных, а могут быть размещены и в информационно-телекоммуникационных сетях. Но отличие одночасного и многочастного ресурса, многочастный это вот в томах, в частях, в разделах, в сборниках, ну разделы это в онлайн-курсах, например, в сборниках, в чем-то. Вот это многочастный ресурс, вот это одночасный ресурс. Поэтому первый вопрос, на который мы отвечаем, когда берем источник в руки, что у меня в руках, оно какое, это отдельная книга или это отдельный том, часть, выпуск, чего-то большего. И вот тогда я уже более осознанно буду смотреть в гости. Если у меня одна книга, одночасный ресурс, это одноуровневое описание, значит, везде, где есть слова одноуровневое описание, это про мой случай. Если многочастный ресурс, и мне надо сделать описание на все, на все вот эти части, на все части, я смотрю многоуровневое описание. Для отдельного тома будет тоже одноуровневое, но с пометкой, что делаем одноуровневое для многочастного ресурса. Вот эти слова нужно будет в гости находить. многочастные ресурсы не так просты. Что сюда относится? Многочастный ресурс может быть целое семейство. Он может быть монографический, это собрание сочинений, например, как здесь многотомник, и тогда мы можем делать на него описание как на отдельный том, как на одночастный ресурс, то есть на одну книжку. И вот, например, у нас есть одна книжка из этого многотомника, но видите, он здесь у нас, здесь они у нас вот такие золотистые, а здесь у нас синенькие, то есть похожи, но будут отличия, потому что рассказывая про него, нам нужно будет еще дать сведения о том, к какому семейству он принадлежит, к какому многочастному ресурсу он относится. Это монографические сборники конференции, куда они попадают? Вот сюда, сборник материалов конференции, сюда они попадают или нет? Вот сюда. Но в последнее время стали появляться сборники материалов конференции, очень часто в разных частях, выпусках, томах, вот они тогда у нас попадают вот сюда, они будут многочастный монографический ресурс, поэтому вот это тебе тоже на заметку берите. Если вы открываете сборник конференции, видите, в частях часть первая, все, у вас будет вот этот ресурс и для него будут действовать вот эти правила. Если же у вас сборник материалов конференции, там, 23-25 мая, Москва, там, самый лучший университет и так далее, все, никаких частей, никаких томов, никаких выпусков там не значится. Ну, номер, это номер самой конференции, материалы 125-й конференции. Это номер конференции, но не самого тома. Значит, он будет вот такой одночасный ресурс. И мы будем смотреть то, что касается одноуровневого описания для простой книжки. Похож на простую книжку. Но если там есть части, если там есть выпуски и тома, это уже вот эта история. Это многочастный ресурс. Значит, нам нужно будет еще указать в скольких домах и сделать для него по правилам описания части монографического многочастного ресурса. А есть еще сериальные ресурсы. Периодические наши научные журналы и продолжающиеся это сборники тоже. Материалы, научные записки, труды, продолжающиеся похожи на журналы и на сборники материалов конференции одновременно. Также могут быть номера, также могут быть выпуски, тома, по-разному они могут обозначаться, но единственное, чего нет и отличает их от периодических изданий, у них нет четкой периодизации. Если журнал выходит ежемесячно или там ежеквартально один раз в два месяца, ну какая-то четкая периодичность есть, у продолжающегося это не будет по мере накопления материала. Это можно легко отследить, кстати, по e-library, когда находите название и посмотреть номера статьи выпуски. В правой колоночке выбираем, открываем и за несколько лет предыдущих можно будет посмотреть. Либо в самом описании будет написано этого издания карточка журнала или книги, каким он является, продолжающийся или нет. И вот по этим по правой менюшке посмотреть, сколько номеров выходило. Если вы видите, что в один год вышло там четыре номера, в другой год один, в третий два, скорее всего он точно продолжающийся. Но это вот такая закобыка, самый простой способ, как можно определить. Вот сериальные это и монографические сборники, это то, с чем мы сейчас очень часто начинаем сталкиваться и сталкиваемся, когда готовим свои публикации и готовим свои ВКР или диссертационные и магистрские исследования. И на одну книгу и сборник сочинений еще раз вспоминаю, можно составить описание по тем же правилам, что и на просто отдельную книгу, но с некоторыми нюансами. И мы должны рассказать, что это не просто книга существует сама по себе, но является частью многотомника, поэтому информацию про этот многотомник, к которому книга относится, мы тоже должны дать. Она принадлежит какому-то множеству, поэтому очень важно знать, какой источник в руках, для того, чтобы посмотреть нужные разделы ГОСТа. Ну и коллеги, напоминаю, более подробно мы эту тему с вами разбирали, у нас был вебинар, кто немножко в этом хочет еще посмотреть и более подробно разобраться, ссылку я вам даю, вот здесь можно будет запись посмотреть. А мы идем дальше, как это связано с ГОСТом. Вот мы определили, у меня одночасный ресурс или многочасный ресурс или один кусочек из этого многочасного ресурса, что у меня в руках. Второй вопрос. Какое описание делаем? Одноуровневое или многоуровневое на весь многотомник? Или одноуровневое, один том, одна часть, один выпуск, один номер из этого множества? Какие разделы ГОСТа нужно смотреть? Для одночасных ресурсов мы начинаем с пятого раздела. Одноуровневое. Вот сюда ныряем и сразу смотрим. Если нам чего-то не хватает, например, что-то там про книгу на иностранных языках, то эти моменты нужно смотреть в четвертом разделе. Здесь собраны общие правила, которые касаются всех описаний вообще. Вот вам, пожалуйста, мы сразу нырнули сюда. Другие разделы мы не смотрим. Мы смотрим только вот это. И если у нас многотомник, то мы начинаем с шестого раздела. Смотрим многоуровневые. Там есть в пунктах пометочки. Как сделать описание одноуровневое на многочастной единице, одной единице из многочастного ресурса. Ну, говоря по-русски, одного тома из одного выпуска, одной части из вот этого собрания. Вот это в шестом разделе. Просто смотрим очень внимательно в пунктах ГОСТа. Если есть слова одноуровневые, можно сделать одноуровневое описание по правилам таким-то. Вот. Это наша история. Значит, из шестого раздела мы переходим в пятый раздел. Если один том, мы обязательно смотрим, чтобы там было упоминание про многочастный или многочастный монографический или многочастный сериальный ресурс. И вот тогда это наша история. То есть не все правила, а только те, которые касаются вот этого. Ну, и четвертый раздел. Да, если это необходимо. Это вот самый простой такой навигатор по ГОСТу, куда нырнуть. Но сначала определяем, что у нас в руках. Досье. Что должно быть в личном деле на источник, на ресурс или документ для того, чтобы быстро делать описание, и потом не приходилось бы его заново искать. Состав личного дела. Он будет зависеть от типа печатной электронной. Ну, и, конечно же, для любых изданий, книжных наших, да, и многочастные, и одночастные ресурсы, это, конечно же, титульный лист и оборот титульного листа. Титул, оборот и еще обложка. На всякий случай обложку тоже сюда собираем. И еще один момент. Оглавление. Лучше делать не обязательно, конечно же, но в том случае, если у нас, например, сборник произведений авторов Серебряного века, и вы только одного из них цитируете из этого собрания, там, какие-то сборник повестей, разные авторы. И они здесь указаны, то да, тогда и вас интересует только один автор из всего вот этого многообразия, то да, это можно сделать как описание составной части, тогда нам вот это оглавление понадобится. И добавляйте сюда еще одну страницу, самая последняя, там, где у нас отпечатано в типографии и так далее. Вот это называется последняя, да, такая страница в книге. Это называется выпускные данные. Это может быть важно, особенно когда вы работаете с источниками на иностранных языках. Иногда именно здесь прячется описание книги на русском языке и данные, которые мы можем использовать на русском языке. Ну, вот для книг этого может быть достаточно. Титульный лист, оборот, обложка и вот последняя страница. Поэтому, если вы отдаете на проверку кому-то или библиограф, очень хорошо к вашему отрицанию еще вот этот комплект приложить. Вот. А с каким источником вы работали? Вот. Потому что, если вы даете ссылку или она бита, или, а я не помню, где-то я в интернете нашел, я по ссылке могу найти другое издание. Называться будет так же, автор тот же, тоже сборник статей, но и, может быть, даже и год будет тот же самый. Ну, и издательство другое, да, или переиздание какое-то другое. Мы же не всегда это тоже в описании можем указать, особенно если мы там ошиблись. Поэтому лучше приложить вот то, что я читал на самом деле. И часто, готовя собственные библиографические описания, мы сталкиваемся и используем описание на статьи. Вот то, о чем мы говорили, про сборники конференции, про журналы. Там же мы не на весь журнал делаем описание, не на весь сборник конференции, хотя частично и на весь. Но вообще-то нас интересует какая-то конкретная статья, и мы делаем описание на нее, то, что называется составная часть ресурса. Такая вишенка на торте. Вот тоже вам простая схема, надеюсь, что поможет тоже ориентироваться вот в этих одночестных, многочестных ресурсах. И как можно объяснить, очень просто и на вишенках. У нас наш сборник материалов конференции, например, вышедший в одном томе, в одной книге, это вот такой тортик. Наша статья, конечно же, это вишенка, о которой мы и будем рассказывать, на которой мы и будем составлять описание. А может быть, она размещена вот так. Вот это называется составная часть ресурса. А может быть, и вот такая история. Она опубликована, наша вишенка, где-то в журнале периодическом. Вот он, журнал. Он является частью вот этого вот ресурса. И это статья из журнала. Так вот, вот эта вишенка на торте называется составная часть ресурса, например, статья. А вот это называется идентифицирующий ресурс. Источник, где помещена эта статья. И в нашем описании мы должны рассказать и про то, и про другое. Поэтому правило для описания вот этого идентифицирующего ресурса, это вот как сделать описание на журнал, на сборник. То есть про сам сборник мы и должны рассказать. Ну, конечно, вишенку руками и в торт лазить в крем руками не очень принято. Поэтому используется вилочка, да, мы будем есть культурно, мы будем есть вилочками. Наши две косые черты. Вот она отделяет нашу вишенку, мы ее зачерпываем вилочкой от нашего торта или кусочка пирожного. Сначала идет вишенка, потом вилочка, две косые черты, а потом идет информация и описание вот про эти источники. Причем в этом случае мы делаем описание вот про этот источник. Про все журналы мы не рассказываем, мы рассказываем про это. Сериальный, периодический, продолжающийся, ну, та же самая схема, она работает. Ну, чаще всего мы работаем, все-таки сталкиваемся с периодическими изданиями. Либо материалы конференции, это вот такая вот простая у нас схемка. И что здесь нам важно? Во-первых, правильно составить схему, во-вторых, как это связано. Вот мы определили, что у нас в руках. У нас целиковый источник, тогда мы работаем вот по вот этой вот схеме. Если источник целиком. А если у нас статья из вишенка с торта, то тогда работает вот эта схема. Первое, куда мы ныряем, будь то у нас материал, сборник конференций, или первая часть, там первый том сборника материалов конференции, мы уже знаем, что это отдельная часть многочастного ресурса. Как появились тома, номера, выпуски, это все сюда, в синюю часть. Либо журнал. Первое, куда мы ныряем, в седьмую часть ГОСТа, в седьмой раздел. Вот это наша вишенка. Это то, что до двух косых черточек, и мы смотрим описание, как делается здесь. И вот там тоже обращайте внимание, о чем идет речь. Если попадаются слова. Составная часть сериального ресурса, вот там, это значит речь идет. Либо журнал, либо продолжающийся какой-то сборник материалов, либо там вот что-то у нас вот из этой серии. Вот они слова, где у нас всплывают. Мы уже знаем, если мы уже сразу определили, что у нас в руках многочастный ресурс. Одна часть многочастного ресурса. Сериальный периодический журнал. Ага, все, я эти слова ищу, ищу вот в этом седьмом разделе, и он нам не подскажет. Да, нужные пункты, вот там это скрывается. Ну и вот общая часть для книг тоже в седьмом разделе скрывается. За двумя косыми черточками. Тоже сначала про сам источник, где размещена наша статья. Это про статью. Где размещена эта статья, вот оно синенькое. Тоже в седьмой раздел. Но тогда мы ищем слова, идентифицирующий ресурс. Вот идентифицирующий ресурс, это про сборник, это про журнал, как правильно его оформить. И опять же смотрим, он какой, вот такой или вот такой. Если слова сериальные, это про журналы, про продолжающиеся сборники. И дальше там очень часто идут отсылки. Так же, как мы в первой части видели, в шестом пункте, про многочастные ресурсы. Пятый раздел, одноуровневые описания. Вот эта вторая часть, она делается по этим правилам. И здесь то же самое. Часто даются отсылки в пятый раздел, но мы в нем смотрим только те пункты, где есть упоминание отдельной части многочастного ресурса. Вот так может звучать. Или сериального издания. В зависимости от того, что у нас в руках. Сборник в нескольких частях, это будет монографический, либо периодический или продолжающийся журнал. Вот эти слова, вот они сериальные, или часть многочастного ресурса, вот они связаны. Вот как определение типа источника связано со структурой ГОСТа. Чтобы не тратить время и случайно не в тех разделах смотреть наугад, что бы нам попало, можно это связывать с такими вопросами. увязать состав самоопределения источника с тем, откуда начинать розыск. Вот это вот, это откуда начинаем розыск, а дальше уже по пунктам смотрим. Ну и помним, что есть еще у нас электронные ресурсы. И вот библиографическое описание составной части ресурса, оно выглядит у нас вот так. Вот наша вилочка, вот все, что мы здесь описываем про нашу вишенку. И вот это то, что у нас идет про идентифицирующий ресурс, то есть про наш тортик, пирожное из набора. Вот так и называется. Об источнике опубликования, я сведения об идентифицирующем ресурсе. Вот мы их сюда и заносим. Ну и для печатного варианта это будет выглядеть вот так. Этого достаточно. А для электронного у нас еще сюда добавляется идентификатор ДУИ. Это идентификатор самой статьи, поэтому он идет до вилочки, он относится к вишенке. И вот здесь вот то, что я вам говорила. Электронная версия журнала и электронная копия печатного издания, они записываются сюда. Это уже в новом ГОСТе написано, как внесены эти пункты. В новом ГОСТе по ссылкам на электронные документы 22-го года. Вот это очень важная часть, на которую обращаю внимание особенно магистрантов, аспирантов и научных руководителей с преподавателями. Очень часто, когда мы вот так правильно все оформляем, нашу статью подаем в журнал, особенно при подаче в научные издания, нам заворачивают список, сама с этим сталкивалась несколько раз, когда говорят, ой, у вас много электронных источников. Вот это URL смущает. Ну, я не знаю, чем это обосновано. И, ну, правило есть правило, конечно, можно поспорить, что, в общем-то, ну, какая разница, электронная или печатная версия, статья мы проверили, и там, и там она одна и та же. Какая разница? Да, я честно написал, что я это читал в электронной версии журнала, я честно привел URL. В чем проблема? Нет, у нас не приняты эти электронные ресурсы, не подходят, убирайте. А как убрать статью, если на ней построена часть моей статьи? Да, цитаты, вот, ну, что делать? Что делать в этом случае? Ну, просто берут так вот URL и откусывают. И вот на этом заканчивается страница, и все, и до, и убираем. Да, и получается, и вот здесь пишем, не пишем текст электронной, вот эту часть просто убираем, URL убираем, у нас получается печатная версия. Это, конечно, хорошо, но если она есть в печатной версии, а если ее нет, а если это электронный журнал, можем ли мы так сделать, можем попасться, да, потом нам могут это поставить в вину. Ага. Что-то вы тут фейками, как GPT занимаетесь, придумали, понимаете. Поэтому вот эта маленькая вещь, которую мы сюда дописываем, либо электронная версия журнала, либо электронная копия печатного издания. Он есть в печатном виде, это скан, выложенный в интернет. Либо электронный журнал. И вот тогда мы говорим издательству, окей, мы открываем свой список и смотрим, где есть электронная версия журнала, где есть электронная копия печатного издания, мы откусить можем. Хотите печатную версию? Пожалуйста. Но там, где есть чисто электронный журнал и ничего более, мы этого сделать не сможем, нам придется это оставить. Ну, чтобы не попасть, что мы читали печатную версию журнала, которая в природе не существует. Вот такая маленькая хитрость еще вам к описанию. Поэтому, когда мы смотрим источник, обращайте внимание, есть ли печатная версия, если вы читаете статью в интернете, есть ли у него печатная версия. По e-library быстро проверяется. Карточка журнала по названию, находим журнал в карточке, смотрим, указана печатная версия, электронная версия. Окей, мы это можем так сделать. Если печатной версии нет и только выходит в электронном виде, значит, мы откусывать уже не сможем. Проверяется очень быстро. И в досье на документ и составную часть, что должно быть у нас в личном деле. Здесь чуть-чуть побольше у нас элементов добавляется, чем для книги. Обложка журнала, да, ну, так искать быстрее. Потом здесь могут содержаться дополнительные сведения, например, параллельное заглавие на русском и английском языке. Это то, что для оформления references нам потом в статьях может пригодиться. Поэтому вот у нас уже подсказка есть. Для русскоязычного, например, списка сейчас не требуется, но если мы это будем вставлять в references, там это может понадобиться. Поэтому вот, да, вот. Титульный лист, да, у некоторых журналов есть титульный лист. Вот его тоже сохраняем. Опять же, сведения о редакции, дополнительная информация для описания, она здесь есть. Содержание оглавления обязательно. Можно не делать все, там может быть многостраничное. То есть страницы, на которой находится ваша статья. И первая, последняя страница, статьи, которую вы в список вставляете и потом цитируете, вот они даются. Дои указывается, если оно есть, очень часто вот здесь на первой странице. Поэтому для идентификатора дои у нас эта информация есть. И последняя, где заканчивается список источников к этой статье. Это как раз для нумерации страниц, чтобы правильно ее в списке указать. Потому что здесь, ну, посмотрите, совпадает или нет. Ну и плюс дополнительная информация у нас с вами будет. Вот эти вот пять страничек, быстренько скопировали себе, поставили, все из этого журнала у вас есть. Вся информация по источнику, по составной части и по идентифицирующему ресурсу. Вот вся необходимая информация отсюда мы уже можем собрать. Она уже у нас имеется. Вот так немножко у нас выглядит досье на книги и на составную часть, на целые ресурсы и на составную часть ресурса. Как его хранить? Чтобы это тоже не превратилось в такую свалку, можно разработать свою систему папок. Мне, например, удобнее по видам, например, одночасные, многочасные, продолжающиеся, периодические издания. Ну, то есть, что мне попадает в руки сначала, знаете, лучше применять метод ограниченного хаоса, несколько собрать источников, потом посмотреть, какие у меня появились. Появились одночасные, я на них делаю отдельную папочку. Появились продолжающиеся, я на них делаю отдельную папочку. Там появилось три периодических, я на них делаю отдельную папочку. И туда я их собираю. И тогда, что туда включается? Ну, вот они, мои страницы. Вот пошел уже другой сборник. Самое главное, одинаковое обозначение для страниц, чтобы вы не запутались. Здесь можно, ну, вот, например, вот так у меня еще есть, одночасные. Вот они, открываем папочку, вот лежит книга, вот которую мы смотрели про метафизику. Вот ее просто либо в отдельные папочки собирать, либо вот так. Но должно быть одинаковое унифицированное обозначение. Например, сборник 6.3.1, сборник 3.1, это, ну, нумерация, я не знаю, там можно по-разному ставить. По мере появления в тексте или номер в списке источников, либо просто номер по порядку, как он мне попался в руки, вот я его таким вот записываю. Неважно. Самое главное, чтобы вот эти части, они совпадали. Например, сборник 3.1, это значит сборник, ну, третьим он мне попался в руки. Один – это обложка. Два, видите, сборник 3.2, это его титульный лист, это его оборот титульного листа, это его оглавление. Вот сборник 6.1, это уже другой сборник 6.2, и я уже понимаю, что вот это вот, это один и тот же сборник, просто разные страницы из него. Ну, и вот здесь такая же нумерация. Вы можете разработать свою, но самое главное, чтобы было понятно, что вот это вот все, это из одного сборника или относится к одному источнику, чтобы не путаться. Можно здесь писать, например, первые слова названия. Ну, подумайте, как вам удобнее. Мне, например, удобнее вот так не заморачиваться с названием, я просто, ага, вот он сборник по обложке, я уже, вот почему обложку хорошо сохранить, я понимаю, что, знаешь, с чем я работала, ага, вот оно одно. И тоже. Вот этот вот файлик, сейчас про него тоже расскажу, это тоже хорошая штука. Еще я делаю вот такую вещь. Можно в Excel делать, мы со студентами в Орде делали. Вот сюда мы вставляем вот это сохранение в папке самих страниц, а вот это, это уже готовые описания. Мы делали так, мы брали готовые описания, например, копировали. Вот когда мы копируем из, там, Киберленинки, но там осторожно, там идут ссылки, а не библиографические описания. Ну, например, из ЭБС мы взяли, вот так вот скопировали, несколько названий. А потом в этой табличке еще вот идет тут графа, да, вот в таком виде мы ее храним. А тут мы ее переделываем под шаблон, по схеме для нашего списка источников, потому что не все элементы, которые здесь есть, это все-таки более полное описание для электронного каталога, нам не все из этого нужно. Поэтому мы смотрим по схеме, удаляем лишнее, и у нас уже готовые описания есть, которые дальше мы можем в список источников вставлять. Вот это вот удобно для электронных ресурсов. Для печатных одно, для электронных можно делать вот таким образом, особенно когда вы в ЭБС находили книгу, и у вас есть ссылка, гиперссылка, по которой можно перейти и посмотреть и титульные листы, и оборот титульного листа, но если там допусток не открытый, а по подписке, то вот эту часть лучше сканно тоже собрать. И вот как представлено в ЭБС, и наш вариант, как мы сделали для списка. Тогда и сравнивать удобно, и вот она обозначение, для какого сборника. Если здесь у меня возникает вопрос, я захожу сюда, вот он вот у нас идет, мы заходим сюда, вот на частное, и смотрим, где он у нас лежит, проверяем, все ли правильно. Ну, вот такая вот система может быть. Для чего она еще хорошо работает? Вот здесь мы составили свое библиографическое описание, а потом из него очень легко делать можно ссылки. Список у нас уже есть, описание у нас уже готово, а ссылки, они выглядят всегда, меньше информации включать, чем библиографическое описание. Вот у меня идет описание для списка литературы, и вот сюда я включаю первичная повторная ссылка, сразу делаю ее, и потом просто по ходу копипастом в нужные места текста, где я этот источник цитирую, раз, раз, да, скопировала отсюда, поставила туда, скопировала отсюда, поставила туда. Страницы – это для книг мы делали, когда проверяли в своей книге, да, где у нас, чтобы у нас список с источниками совпадал, и где первичные, повторные же, они короткие, на каких страницах они были, это вот для диссертационных исследований, чтобы не запутаться, можно, да, на какой странице впервые у меня появляется эта ссылка, можно поставить, и дальше на каких страницах повторно, сколько раз она у меня еще используется, то есть у вас вся аналитика может, можно автоматизировать, я не знаю, как подумайте, это можно как-то автоматизировать, может быть, кто придумает, молодец, но сюда вот записываем, сразу из записания делаем образец первичной ссылки, повторной, и потом их, и пошли, только страницы меняем, нам не надо их сто раз писать. Ну и у вас остается, вот опять же, доказательство того, что вы сами работали над этим трудом своим, не генерировали текст, а вот вы проработали, вот откуда взялось, вот как появилось, конечно, не все-все вот это нужно требовать с научным руководителем, здесь не перегните палку, пожалуйста, но для исполнителей это ваша подстраховка, во-первых, по сокращению времени на описание и ссылки, во-вторых, когда источники все под рукой, вам легко доказать, что вы самостоятельно работали. Ну и вот, правильно ли я сделала описание на эту книгу, я даже обложку нашел, вот, почему нам нужны еще эти дополнительные страницы, ну, вроде бы правильно, да, все вроде бы нормально написано, непосредственно печатная книга, да вот оказия, оказывается, книга-то электронная, она не издавалась в печатном виде, она, электронные издания тоже могут быть в PDF-файлах, но они не печатные, они электронные. СБН присваивается как электронному изданию, и на печатные, на электронные издания, почему мы говорим СБН дописываете, они разные будут. Если эта книга выйдет в печатном виде, у нее будет уже другой СБН. Вот почему важно не только описание и обложку, но еще и титул, оборот титульного листа, и вот эта последняя страничка, вот она как выглядит, где выходные данные у нас есть, выпускные, да, вот электронное издание, подготовлено, агентство, вот все, значит, это издание электронное. Для уточнения. с риск готовых описаний очень внимательно смотрите, например, из Киберлининки, он делает не библиографическое описание по ГОСТу 2018, а по ГОСТу 2008, это ссылка, значит, нам ее нужно, отсюда можно взять, можно взять, но нужно переделать библиографическое описание, вот так это будет по ГОСТу 2008, вот оно, описание, но нам надо в список источников вставить, значит, из этого мы должны просто переделать вот в это, добавить нужные данные, поставить их на нужное место, до и текст электронный, поставить точки, вместо точек, точки тире, и вот, да, у нас готово. Можно, можно вставлять, поэтому разницу между ГОСТом 2008 и ГОСТом 2018, не забывайте, где ссылки, где описание, в список пойдет вот это. Ну и, коллеги, вот вроде бы на сегодня у нас все, прошлись мы по источникам, посмотрели, как их собирать, и вот это досье на источники, которые мы собираем, и понимание самых простых моментов, у нас ресурс целиком, на него делаем описание, или на составную часть, в какие разделы ГОСТа посмотреть, как это взаимосвязано, и это реально сокращает количество времени на подготовку пиклиографических описаний, оформления ссылок. Ну, вот некоторые лайфхаки я вам сегодня тоже показала. Ну, и для аспирантов, магистрантов поисковые, вот такие штуки я вам на сайте сделала, они в открытом доступе, когда мы ищем авторефераты, диссертации, диссертационные исследования, особенно зарубежные или статьи в зарубежных научных изданиях, вот по ссылочке заходите, там вот здесь поисковые ресурсы и сайты, вы попадаете вот на такую поискотеку, и здесь это все можно найти, попереходить по этим ресурсам, я вам здесь даже краткий такой аннотированный навигатор сделала. Ну, и про шпаргалки, шпаргалки, про статьи из печатных, электронных, периодических журналов и сборников, я вам их сделала, они есть, вот здесь ими можно пользоваться, здесь минимум теории, и есть шаблоны, которыми можно, где все показано, что откуда берется, как вставляется, куда, даже знаки здесь расставлены, но только потом надо будет в единую как бы собрать структуру. Да, ну, такой вот навигатор шпаргалок он здесь есть, им тоже можно пользоваться, ссылку я вам сейчас на эту дам. Ну, и вот все контакты, которые есть, если вдруг возникнут какие-то вопросы или нужно будет что-то уточнить, пожалуйста, по любым этим контактам меня можно найти, написать, прийти, задать, спросить и мы с вами разберемся. Коллеги, на сей торжественной ноте мы нашу встречу завершаем, напоминаю, у нас сегодня в 2 часа еще один интересный вебинар предстоит, так что приходите, будет интересно, не пожалеете. Мы с вами прощаемся, до новых встреч, всем счастливо, всем удачи и ждем вас на наших следующих субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok